Чуть более чем полтора месяца назад в нашем зоопарке родились тигрята, дальневосточного тигра. Рождение любых малышей это в первую очередь большая радость для зрителей, это большая радость для сотрудников. То есть это значит, что животные получают достаточные условия, в которых им комфортно размножаться. В данном случае речь идет о редкой кошке мира, одной из самых редких кошек мира, это амурский тигр. У нас родилось четыре, у нас два мальчика и две девочки. Да, они еще питаются материнским молоком и только вот недавно начали потихонечку употреблять мясо, по чуть-чуть в пищу. Четыре тигренка это безусловно хорошо, это говорит о успешности размножения и о том, что наша пара Далила и Бонзай находятся в хорошей форме и как раз они достигли, ну они давно достигли репродуктивного возраста и успешно его используют. Вот буквально чуть более двух недель назад мама начала их выводить на улицу, показывать им природу, окружающий мир. Они начинают познавать, быть на солнышке, играться. Ну хочется надеяться, и мы в этом уверены, с высокой вероятностью, что судьба наших тигрят будет безоплачной. Скорее всего они будут переданы в какой-то хороший зоопарк, возможно нашей страны, где есть достойные условия содержания и достойный опыт работы с крупными кошками, к примеру. Ну крупные кошки это род пантеры, это четыре вида. Тигрят, ягуар, леопард, лев и тигр. Тигрят можно отлучать уже после четырех месяцев, мама уже практически перестает их кормить в это время. Вот, и они переходят на грубую пищу, на мясо. И в это время уже можно отлучать, ну в принципе до полугода, до восьми месяцев они в принципе еще могут находиться с мамой. А потом уже желательно отселять, потому что в зоопарках в этих условиях мало места, и маме некуда уйти от них, отдохнуть и тоже как бы. Всемирный открытый фонд реабилитации или интердукции животных, наш фонд, занимается поддержанием в том числе искусственных популяций редких и проблемных животных. Амурский тигр относится к таким животным. Таких животных в принципе у нас в экопарке достаточное количество, это около 70 видов. Из них примерно 20-25, это очень перспективные виды. Поэтому мы пытаемся создать разные программы по поддержанию таких искусственных популяций. В том числе это и программы консервации генетической информации, семенной жидкости этих животных. Мы также работаем в этом направлении. Пока комментировать я ничего не могу, потому что мы ведем переговоры, но это будет серьезный прорыв для Украины.